В отличие от некоторых людей, меня никогда особо не беспокоило спорное содержание сюжета игры или общая тематика. Этническая чистка или изнасилование – хорошие примеры тем для игр, вызывающих много вопросов, споров и скандалов. И многие могут сказать, что они просто мусор. Мой ответ на это обычно таков, а вы сами в них играли. Я признаю, что посылы, которые кажется передают эти игры, очевидно ужасны, но говорить, что игра отстой без фактической игры в нее – это смешно. Я ставлю геймплей выше всего, и если геймплей приносит удовольствие, то я бы сказал, что это хорошая игра. Она может быть оскорбительной и извращенной, но все равно хорошей игрой. Я думаю, что некоторые люди имеют проблему с разделением видеоигр и реальности, или просто слишком чувствительны. К счастью, у меня нет такой проблемы. Я не расист, я не хочу кому-то вредить, и я уважаю других людей. И какую бы игру я не играл, это не изменит того, кем я являюсь. Разработанный и выпущенный Destructive Creations и явно вдохновленный серией Postal, Hatred – одно из самых контроверзных предложений в индустрии видеоигр. Выпущенная в июне 2015 года для ПК, контроверзная до, да и после ее выпуска, Hatred – вульгарная, жестокая и даже отчасти наглядная игра о убийстве. Это просто прямое насилие в лицо. Я также рассмотрю несколько модов, Mass My Order, Death Dilla и Hatred Color Mode – все доступные на Steam Workshop. Mass My Order и Death Dilla фактически являются модами, которые меняют перспективу камеры. Mass My Order превращает игру в шутер от первого лица, а Death Dilla – в шутер от третьего. Hatred Color Mode – это полное преобразование, которое окрашивает всю игру. Давайте взглянем на игру Hatred и посмотрим, действительно ли это приятный опыт или ее единственная цель – вызывать шок. Идея в Hatred проста – убивай всех. Почему? Потому что пошел ты, вот почему. Протагонист никогда не называет свое имя, и он просто злой тип. У него длинные черные волосы, он носит черное пальто и очень сердит по какой-то причине. Он ненавидит всех и хочет умереть насильственно. Вот и все. Вступительный ролик задает всю историю. Она не глубокая, не очень интересная, и нет никакого развития персонажей, кроме краткого монолога главного героя для установления основной идей. Вы никогда не узнаете, как он стал таким негативно настроенным человеком. Он говорит во время роликов и иногда после выполнения казни. Тот, кто озвучивал персонажа, явно слишком старается звучать зловеще. И некоторые диалоги заставляли меня пару раз посмеяться просто из-за того, насколько абсурдными они могут быть. Каждый раз, когда он говорит, обычно он груб, и подчеркивает тот факт, что все должны умереть. Единственное другое озвучивание, от NPC в уровнях, обычно кричащих от страха или агонии. Сейчас очевидно, на что здесь шли разработчики. Они хотели создать игру, где цель убивать невинных людей, даже полицейских и военных солдат. Протагонист, просто психопатический массовый убийца без эмпатии к другим. Компания в игре Хейтрад на самом деле довольно короткая. Вы, возможно, сможете пройти ее менее чем за два часа на более низких уровнях сложности, которых тут пять. Режим истории, самый простой, легкий, сложный, экстремальный и безумный. Завершение игры на уровне экстремальный разблокирует меню читов, где вы можете включить режим бога, чтобы сделать главного героя неуязримым. Иметь бесконечные боеприпасы и вызывать любое оружие на ваш выбор для игры во время геймплея. В игре указано, что всего 7 уровней, но обновление игры привело к тому, что некоторые уровни были разделены на две области, и эти области как бы действуют как отдельные уровни, если это имеет смысл. Каждый уровень происходит в различном месте, включая пригороды, канализацию, гавань, вокзал, автозаправочную станцию, военную базу, центр города и даже атомную электростанцию. Основная цель в большинстве уровней – убить определенное количество людей, чтобы вы могли перейти на следующий уровень. Обычно каждый уровень представляет собой открытое окружение, предоставляя вам свободу перемещения куда угодно. Хотя исследование не приносит вам ничего, поскольку нет реальных коллекционных предметов или чего-то подобного. На мини-карте есть значки, указывающие на побочные задания. Когда вы приближаетесь к этим областям, вы активируете побочные задания. Как и основные цели, эти побочные задания обычно требуют от вас убить определенное количество людей в определенном месте. Например, одно задание требует убить всех на рынке. А одно из побочных заданий на уровне военной базы требует убить сержанта. Некоторые побочные квесты изменяют задачи, например, заставляют вас устраивать железнодорожное происшествие, сжигать деньги в банке и даже разрушать статуи и флаги. Почему стоит обращать внимание на побочные квесты? Потому что, если вы не играете на уровне сложности безумной, завершение побочных квестов вознаграждает вас точками возрождения. Когда вы умираете, вы можете использовать точку возрождения для продолжения игры. Если у вас нет никаких точек возрождения, вам придется начинать уровень заново, что может быть раздражающим позднее в игре из-за несбалансированной сложности. Уровень сложности безумной не вознаграждает вас точками возрождения. У вас всегда есть нож, который используется только для казней. С самого начала вам предоставляется штурмовая винтовка, но вы можете получить другое оружие по мере продвижения. Есть пистолет, несколько пистолетов-пулеметов, штурмовые винтовки, дробовики, огнемет, ракетница, гранаты, коктейли молотовые и светошумовые гранаты. Вы можете нести все три типа гранат, но ограничены только тремя оружиями, которые могут быть заменены на другие, найденные в окружающей среде или спавших NPC. Основная игра проходится с изометрической камерой, и вся игра сильно вдохновлена оригинальной игрой Поустал. Вы можете бегать, спринтовать, приседать и прыгать, что также служит для уклонения от огня. Вы можете пинать вещи и даже прыгать через большие окна. У вас есть прицел и даже можно увеличить масштаб, что означает, что вы можете видеть дальше впереди и ваши выстрелы более точны. В моде Дездила я заметил, что прицел использует какую-то форму мягкой автоприцеливания, или прицел просто странный, потому что он никогда не центрируется на цель. Сейчас в игре нет предметов для восстановления здоровья, но вы можете получить броню. Единственный способ восстановить здоровье – это совершать казни. Когда вы стреляете в NPC, они в конечном итоге падают, и если они еще живы, вы можете совершить казнь, которая заключается в том, что главный герой убивает жертву жестоким образом. Вы можете перерезать горло жертве, ударить жертву в голову ножом, выстрелить жертве в лицо на расстоянии вытянутой руки или даже в затылок. Казни представлены в двух формах, одна форма дает вам кинематографическое представление, позволяя вам наблюдать убийство вблизи, а другая называется безопасной казнью, где вы видите ее с обычной изометрической перспективы. Из главного меню вы можете включить опцию просмотра только безопасных казней. Но я должен признать, что кинематографические казни – это действительно зрелище. Фактически, сама стрельба из оружия и насилия являются спасением игры. Сам акт стрельбы из вашего оружия, наблюдение за тем, как пули пронзают NPC, и реакция жертвы на выстрел выполнены очень хорошо. Выстрел из дробовика и даже пистолетов, пулеметов и штурмовых винтовок на близком расстоянии могут срывать головы и конечности. Наблюдение за ранеными NPC, ползающими вокруг, кричащими от боли, умоляющими о своей жизни или ругающимися на вас перед тем, как вы выстреливаете им пулю в затылок – все это вызывает чувство удовлетворения. Назовите это грешным удовольствием. Есть что-то в том, чтобы проникнуть через уровень и видеть все трупы, лежащие на земле в лужах крови, по мере того, как вы убиваете все больше и больше людей. Когда вы играете на любой из карт в Месс Мьорде, вид от первого лица на самом деле делает все немного более захватывающим, и это включает в себя каждое убийство. Каждую казнь вы видите от первого лица, что позволяет увидеть все великолепно детально. Можно сказать, что Хейтрад – это симулятор убийства. Конечно, другие игры позволяют вам убивать людей без разбора, но обычно эти люди злые или плохие, или игра действительно накажет вас за убийственную безумную ярость. Хейтрад – это совсем другое, вы фактически вознаграждаетесь за убийство. Единственные другие игры, о которых я могу подумать, которые делают это, это серии Поустел и Мэнхант. Я бы сказал, что Поустел немного более комический и отчасти чересчур экстремальный, а в Мэнхант вы преступник, убивающий других преступников, поэтому это не совсем то же самое. Видеоигры предоставляют побег от реальности, и каким-то темным образом Хейтрад предоставляет побег, как никакая другая игра. Просто не воспринимайте это всерьез. И прежде чем начать сомневаться в моих моральных ценностях или даже ваших собственных, спуститесь на землю и помните, что это всего лишь видеоигра. У Хейтрад есть некоторые проблемы, в основном связанные с его сложностью и недостатком контента. Компания очень короткая, и ближе к концу становится невероятно сложной, даже на низких уровнях сложности. Я могу пройти первые три или четыре уровня без особых проблем на сложности Харт, но последние уровни действительно утомительны. В реальности, главный герой, вероятно, был-был бит задолго до того, как он даже добрался до военной базы. Я имею в виду, ты бегаешь на открытом воздухе, стреляешь из своего оружия, а полицейские и солдаты приходят, чтобы остановить тебя. Никто не помогает тебе, нет никаких механик укрытия, кроме приседания за объектами, и даже тогда тебя легко могут застрелить. На ранних уровнях ты сталкиваешься с полицейскими и офицерами СВАД, но на последних уровнях появляются солдаты. И вот тогда любое удовольствие, которое у тебя было, превращается в разочарование. Все враги обычно прибывают большими группами, иногда они просто появляются из ниоткуда, но обычно они подъезжают на машинах. Ты можешь угнать определенные машины и ездить по округе, даже через здание. И некоторые машины СВАД и военные транспортные средства оснащены башнями. Есть три уровня, где ты начинаешь в машине с башней, и настоятельно рекомендуется использовать ее, чтобы облегчить себе жизнь. К сожалению, эти уровни просто абсурдные, и они становятся вопросом проб и ошибок. Я обнаружил, что медленное движение вперед, а затем использование башни для уничтожения любых врагов на расстоянии – это лучший подход. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы продвинуться больше, чем на пару метров, в противном случае враги собьют тебя и твою машину за считанные секунды. Нет никакого шанса, что парень, подобный главному герою, сможет проникнуть на военную базу, убивая всех на своем пути, и выйти оттуда живым. Игра даже создает ощущение невозможности этого, когда пули летят на тебя со всех сторон. Поздние уровни кажутся очень несбалансированными, потому что ты постоянно оказываешься под огнем врагов. Даже некоторые прохожие могут стрелять в тебя, если у них есть оружие. Я думаю, традиционное восстановление здоровья, реальные предметы здоровья или просто уменьшение числа врагов могли бы помочь устранить разочарование. Если ты смог прорваться на сложности экстрим и разблокировать читы, то вот это действительно способ играть. В кампании нет особой глубины или навыков, но Хейтрад предлагает фантастический стиль игры в песочнице. С включенными режимом бога и бесконечными патронами, просто бегать вокруг, устраивая хаос и разрушение, может быть действительно весело, особенно учитывая, что окружение разрушаемо. Есть бочки, канистры и другие взрывчатые вещества, которые могут не только убить ближайших NPC, но и пробить дыры в стенах, через которые ты даже можешь пройти, потому что, нафиг двери. Машины взрываются, стены разламываются и рушатся. Но жаль, что ты не можешь действительно снести какие-либо здания. Потому что стрельба веселая, иногда просто весело бегать вокруг, убивая или сжигая всех на виду и не беспокоясь о том, что тебя убьют постоянным обстрелом. С включенными читами вы действительно можете увидеть, насколько сложной может быть игра во время некоторых столкновений, которые включают постоянный поток пунктов, попадающих в вас буквально со всех сторон. Вы никогда не будете чувствовать себя в безопасности, и вам по сути приходится постоянно двигаться. Но даже тогда у оружия есть дальность, и враги могут стрелять в вас из-за экрана. Месс Меорда и Дез Дила смягчают эту проблему. Но только немного из-за перспектив. Вы можете видеть на расстоянии, что полезно. Вы даже можете видеть, как игра спавнит врагов и пешеходов, что иногда может вывести вас из игры. Однако это простительно, поскольку в игре изначально не задумывался вид от первого или третьего лица. Также забавно, что если вы под тяжелым огнем и выполняете казнь, все перестанут стрелять и будут ждать, пока вы закончите. К сожалению, искусственный интеллект в этой игре не так умен. Весь челлендж заключается только в бесконечном забрасывании вас большим количеством врагов. Офицеры сват и солдаты носят бронежилеты, что означает, что они могут выдержать больше выстрелов перед смертью. Офицеры сват носят пистолеты и пулеметы, а солдаты — штурмовые винтовки. Они обычно просто бросаются прямо на вас и иногда могут двигаться по направлению к вашему огню. Пешеходы делают то же самое. Они обычно разбегаются от страха, но иногда могут пробежать мимо вас. Они всегда пытаются убежать, если путь позволяет, но все равно оказываются на линии огня. С учетом того, что кампания очень короткая и в игре отсутствует любой вид мультиплеера, хейтера действительно не хватает контента и реиграбельности. Кроме побочных квестов, нет причин исследовать уровни и нет коллекционных предметов или секретов для обнаружения. Вы можете разблокировать читы, и это все. Однако разработчики в конечном итоге обновили игру, добавив режим выживания. В этом режиме вы можете выбрать одного из трех персонажей с разными предысториями и статистикой скорости и здоровья. Вы также можете экипировать своего персонажа оружием и преимуществами в этом режиме. Этот режим добавляет два новых оружия, дезерт игл и гранатомет, оба из которых можно разблокировать и экипировать. Вы также можете выбрать одну из трех карт, если хотите включить безопасные казни и тип музыки, эмбиент, тяжелую или вообще без музыки. Идея этого режима – выжить как можно дольше и набрать большое количество очков для высокого результата. Убийство людей приносит вам очки, вы получаете бонусные очки за взрывные убийства. И убийство нескольких людей подряд дает вам комбо-очки. У вас есть шкала адреналина, которая заполняется, когда вы убиваете людей, но, похоже, она очень быстро опустошается или требует убийств из определенного оружия, чтобы полностью заполниться. Заполнение этой шкалы кажется более сложной задачей, чем должно быть. Когда она заполнена, вы входите в какой-то режим бешенства, где, я думаю, вы не восприимчивы в течение ограниченного времени и можете стрелять, бегая. Я все еще не совсем понимаю, на что вы способны, когда входите в этот режим. Враги приходят волнами, и любой враг с черепом над головой опаснее других и может выдержать больше выстрелов, прежде чем упасть. По мере игры вы можете повышать свой ранг. И повышая ранг, вы открываете дополнительный слот для оружия, новое оружие для экипировки и даже преимущества, которые могут помочь вам в бою. К ним относятся такие вещи, как более точная стрельба с бедра, возможность выдержать больше урона перед смертью и подобное. Я обнаружил, что когда я достиг 7 ранга, достижение более высоких рангов может занять вечность. Как и компания, этот режим тоже может быть очень сложным. Обычно я не прохожу дальше второй или третьей волны. По мере вашего продвижения через волны, враги становятся более сложными и начинают нести более мощное оружие. Между волнами вы можете тратить деньги, которые, я думаю, вычитаются из вашего общего счета, на взрывчатку, которую можно разместить по карте, и или на предметы, такие как гранаты, брони и боеприпасы. Мне нравится режим выживания, потому что он действительно придает игре некоторую ценность повторного прохождения. И да, вы можете использовать чит и в этом режиме, но он также кажется несколько сбивающим с толку. Здесь всего три карты, три персонажа, нет кооператива, и нет ничего, что действительно выделяло бы этот режим каким-то значительным образом. Хейтерот в основном отображается в черно-белом цвете, с некоторыми специфическими вещами в цвете, такими как кровь, огонь, взрывы и другие мелочи. Я думаю, идея здесь в том, чтобы подчеркнуть насилие. Одним из недостатков черно-белого визуального стиля является то, что может быть трудно разобрать вещи, в основном из-за изометрической камеры. Иногда ты находишься в суматохе боя, тебе нужно быстро двигаться, и ты не осознаешь, что собираешься врезаться в стену, забор или другое препятствие, потому что они не всегда очевидны. С другой стороны, игра содержит впечатляющее количество деталей, даже при просмотре текстур и объектов вблизи. Благодаря модам Месс Меорда и Дез Дила, я заметил, что они действительно не были размытыми или грязными с новыми перспективами камеры. Мне было трудно не заметить количество деталей, вложенных в обгоревшие трупы после моего буйства с огнеметом. Теперь на некоторых уровнях идет дождь, придавая открытым пространствам блеск и влажный вид. Вся листва детализирована, стены реалистично разламываются и рушатся при разрушении, попадания пуль в поверхности часто вызывают дым. Если выстрелить в прохожего, надевшего пуховую куртку, вы можете увидеть, как наполнитель, утеплитель или что-то в этом роде, взлетает в воздух. Это мелкие детали, которые добавляют ощущение реализма, что может быть хорошим или плохим, в зависимости от того, как эта игра влияет на вас. Тот, кто создал мод на цвет, сделал фантастическую работу. Вся игра, включая кат-сцены и даже экраны загрузки, была окрашена до некоторой степени реалистичности. Иногда это выглядит немного мультяшно, но видно, что в это вложили много усилий. Цвета яркие и приятные для глаз, что делает окружающую среду более интересной. Хотя уровень вокзала слишком темный, некоторые кат-сцены, кажется, имеют странный цветовой фильтр, который не соответствует цветам, видимым во время игры, и кожа некоторых NPC кажется бледной. Но, в целом, игра с модом на цвет – отличный способ испытать игру, и это не влияет на ванильный геймплей. Анимации смерти действительно стоит упомянуть. Когда ты избиваешь пешеходов и врагов пулями, они машут руками, прежде чем драматически падать на землю. Эти анимации помогают усилить насилие и, по моему мнению, придают стрельбе зависимостное качество. Теперь я бы сказал, что аудио выше среднего. Оружие могло бы звучать громче и мощнее, но оно справляется со своей работой. Другие звуковые эффекты, такие как сирены и вещи, взрывающиеся и рушащиеся, звучат отлично. Музыка, которую слышно во время кампании, в основном состоит из темных амбиентных мелодий, и единственная композиция, которая действительно выделяется для меня, звучит на последнем уровне. В режиме выживания, если вы выберете опцию тяжелой музыки, вы услышите некоторые отличные металлические рипы, которые иногда заставляли меня улыбаться, когда я уничтожал население. Эти мелодии действительно могут втянуть вас в действие и заставить вас чувствовать себя крутым. Просто жаль, что его не слышно во время кампании. С технической стороны, я думаю, я заметил падение частоты кадров один раз, когда все стало действительно хаотичным. Перспектива от третьего лица в Дэс Дилла кажется лучше реализованной, чем перспектива от первого лица в Месс Мёрда, с видом через плечо, который заставляет игру казаться такой, как если бы она должна была быть разработана как более традиционный шутер от третьего лица. Теперь я понимаю, что игра не предназначена для игры с этими перспективами, и я предполагаю, что возможности этих модов в некоторой степени ограничены. Но я ценю работу, которая была вложена в них, и если вы думаете, что они выглядят весело, я могу честно сказать, что это так, и вы определенно должны их проверить. Я не могу сказать, что мне не было весело с Хейтрад, но вся игра в некотором роде кажется большой упущенной возможностью. Я прошел Хейтрад уже как минимум 6 или 7 раз, в основном из-за модов. Сама стрельба действительно дает огромное чувство удовлетворения, но вопрос становится, будут ли люди на самом деле получать удовольствие от нее, учитывая ее направленность. Признаюсь, мне было весело. Если на секунду отбросить мораль и посмотреть на Хейтрад как наведя игру, каковой она по факту и является, то она достигает цели. Цель убить всех, и сам акт убийства в этой игре веселый. Стрельба приятная, даже в некотором роде вызывает зависимость. Затем, казни удовлетворяют. К сожалению, все остальное остается на втором плане. История ничем не примечательна, кампания слишком короткая, и нет реальных наград за игровой процесс за что-либо, кроме читов. На самом деле, я бы сказал, что играть в Хейтрад с читами веселее, чем без них. Сложность кажется очень несбалансированной по мере продвижения в игре, и я думал, что Хейтрад лучше, когда его рассматривают как песочницу, где можно просто поразвлечься. До внедрения режима выживания не было много возможностей для повторного прохождения, если вы не хотели проходить кампанию на каждом уровне сложности. Но даже ценность повторного прохождения для режима выживания низкая, потому что весь режим кажется очень примитивным. Поддержка Steam Workshop была отличным дополнением, и это кажется идеальной игрой для модификации. Перспектива от третьего лица, найденная в моде Death Dilla, кажется такой, какой должна была быть разработана игра. А мод Mass Meorda кажется более погружающим. Мне очень понравилось время с обоими, и они даже позволяют визуальным эффектам и деталям игры сиять больше, чем в ванильной игре, так как вы можете лучше рассмотреть мир вокруг вас. Мод на цвет также отличный и даже смягчает некоторые проблемы, возникающие при обычном черно-белом стиле. На самом деле мне было трудно вернуться к ванильной игре, потому что мод на цвет делает все гораздо интереснее для взгляда. В отличие от некоторых людей и веб-сайтов, которые отказываются признавать хейтерд и полностью отвергают игру, я думаю, что был довольно справедлив. Я дал ей реальный шанс, и мне было весело, но я также был разочарован. Я слышал, что некоторые говорят, что это мусор или что она предназначена только для шока. Согласен ли я с этим? Нет. Я согласен с тем, что она прославляет насилие и убийство, но так делают и другие игры. И даже другие формы медиа. Хотя и по-разному и даже тонко. Хейтерд просто очень прямолинейна об этом. Я также думаю, что хейтерд пытается передать сообщение, которое люди, кажется, игнорируют или просто не понимают. Примерно в то время, когда она была выпущена, я верю, что разработчики сделали заявление, говоря, что хейтерд в большей или меньшей степени является сообщением о насилии в нашем мире и нашим очарованием убийствами, смертью и кровопролитием. Я не могу говорить за другие страны, но, возможно, это сообщение об Америке. Я не знаю, но после игры в игру, я это понимаю. Я вижу это, так как я на самом деле могу отделить игру от реальности и не отверг игру на основе описания или скриншотов и действительно дал ей шанс. Я также вижу, что игра на самом деле не является полной ерундой, и она не кажется собранной наскверх. Она играет и работает хорошо, несмотря на некоторые незначительные проблемы, и как и любая другая игра, она не идеальна. Вы можете видеть, что в определенные элементы игры было вложено много работы и заботы, но она определенно уступает в других областях, что не помогает ей привлечь внимание игрового сообщества. К сожалению, это стрелять, чтобы убить, и это все. Я думаю, что больше контента и более сбалансированная сложность сделали бы игру чудесной. Я могу понять, почему люди, которые просто взглянули на описание или геймплей, считают ее мусором. Для среднестатистического игрока она выглядит так на поверхности, и, к сожалению, она действительно ничего не делает, чтобы усилить свой посыл. Если вы решите посмотреть на хейтерд за то, чем он является, в виде игрой, и относиться к ней как таковой, а не будете полностью ее отвергать, сама игра на самом деле не ужасна. Есть гораздо худшие игры. Думаю ли я, что детям следует играть в это? Нет. Хочу ли я сейчас выйти и убить людей? Нет. Рекомендовал бы я хейтера? Учитывая тематику и отсутствие контента? Нет, я бы не рекомендовал его всем. Основной геймплей веселый, и он достигает того, что задумывал. Поддержка модов большой плюс, и я честно надеюсь, что сообщество модеров вырастет. Если вы открытые любите экшн-игры, изометрические игры или серию Поустол, я бы сказал, что стоит проверить. Но просто знайте, что это могло быть чем-то гораздо большим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если было интересно, и подписывайтесь на ArtWire Gaming, если вам интересны прохождения и трансляции игр для ПК и консолей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok